Функционал у нас там есть. Сегодня мы с вами будем проходить Redux. Что вообще такое Redux? Ребята, вы знаете? Ну, наверное, вы слышали, да? Вот React Redux, он в паре используется. И для чего нужен в первую очередь Redux? Redux это State Manager, и он нужен для того, чтобы в первую очередь он нужен для того, чтобы хранить большой объем информации. То есть это какое-то, представляем себе, хранилище для большого объема какой-либо информации на сайте. Вообще, как это работает, да? Что это такое? Нужно все понимать в таком виде, что он. У нас React работает таким образом, что чаще всего нам нужно будет получать какую-то одну информацию. И помните, допустим, если мы бы создавали такое хранилище, как UseContext. Помним, да? Для чего оно служило нам? Для чего UseContext вообще нужен был нам? Помните? Вообще, с какой целью мы его создавали? Да, да, да. Помните, вот UseContext, да, там, CustomContext, там, писали основные такие моменты, да. Взрыв. Взрыв. Здравствуйте. Агу. окей смотрите ребят контекст контекст нам служил а для такой вещи он нужен был нам для того чтобы мы могли из любой части сайта получить какие-то данные давайте сейчас на примере это мы и будем делать так сейчас загрузится и мы начнем так так давайте попробуем вот что смотрите отделе то у вас же есть но джесс на ноутбуке попробуйте его удалить и заново скачать но джесс последней версии попробуйте так и надеюсь решит эту проблему там проблема с но джессом обычно шла смотрите окей давайте так с редакцем тогда уговорим у нас здесь идет вот что так ладно давайте я очищаю свой весь проект так здесь что здесь а вот это вот мне нужно и окей это у нас так потом я создавал как обычно наш апп и здесь принимал свой апп смотрите к примеру ладно сейчас подождем сейчас индексинг пойдет и подключиться у меня так что долго так все есть апп появилась дальше смотрите а как вообще работает зачем контекст нужен был пример у меня вот есть апп и примеру у меня здесь есть какой-то какая-то компонента примеру у нас есть помните пейджистая у нас есть типа допустим будет он пейдж примеру и у нас допустим будет там там допустим прайс да и к примеру нам и в хом и прайсе нужно допустим вот примеру у нас есть вот такое значение какой-то бэк к примеру конст рей равный допустим вот числа 1 2 3 4 5 примеру и нам вот эти числа нужно использовать и в хоме и в прайсе да тогда бы что нам приходилось делать мы конечно вот и здесь к примеру сейчас к примеру нам бы пришлось ну допустим вот здесь вызывается у меня и хом так интересно о чем он здесь хочет показывать сейчас проверим с 7 здесь делаю хом и сделаю прайс к примеру так интересно почему мне здесь не хочет показывать его так здесь не ищет хом так окей давайте вот так куда и оказывается идет этот еще до конца не прогрузился как будто бы сейчас запущу проект там проверим а 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 вот эти две компоненты то есть у меня должны быть вызваны он мне не показывает компоненту вот он здесь есть вообще странно ну-ка проверим так это мне выдал он долго что мне обрабатывает так смотрите примеру смотрите вот у меня здесь есть и home и price то есть вот они разные две компоненты и примеру если мне нужно будет использовать вот что допустим мне нужно будет использовать вот это вот значение рейда какой-то массив использовать и там и там и там то есть и в хоме и в прайсе допустим и в апп то тогда не очень удобно смотрите мне придется делать вот так чтобы вот это 12345 использовать мне придется делать вот что мне придется его передавать пропсами помните рей равно рей и я вот так принимал его рей и то же самое придется писать когда и здесь рей равно рей и здесь то же самое так и рей и мне постоянно нужно будет вот так вот перебрасывать их и как раз таки вот use context мы создавали отдельное хранилище в котором мы использовали как бы в котором мы не использовали а в котором мы держали до те детали сайта которые мы использовали на в разных частях в разных компонентах то есть вот use context решал именно эту проблему но use context он также не полон и многие вещи в нем не очень удобно то есть там процессы могут происходить долго короче для этого сейчас есть стоит менеджеры намного лучше и как раз таки такая вещь является нашим такой вещью как redox toolkit сейчас абсолютно везде пользуется этой библиотекой redox toolkit и она нужна нам в первую очередь для того чтобы мы понимали как с ним работать и для чего он нужен то есть представьте себе что у нас есть обычно так у нас получается здесь будет вот что сейчас я его по еще так нет а ну блин тоже не очень показывает да будет тоже не очень так блин но не очень мы длинна давайте так вот вот это наверное самое удобное будет запись его происходить что у нас здесь будет происходить вообще вот это вот редакция он нужен для того чтобы мы в нем хранили ту часть информации то есть там может храниться не весь наш проект а там может храниться та часть информации которую я вообще использую будущем который я вообще как-то который я использую в многих частях сайта то есть для этого нужен редакс и редакс это такая библиотека которая используется не только в реакте примеру ее можно использовать там и на обычном javascript проекте то есть это не связано с реактом это вообще любая какая библиотека и она создана лишь для того чтобы мы могли иметь общий доступ ко всем общее иметь просто вот общее хранилище для такой части информации которую мы используем в других частях сайта и давайте мы сделаем его если мы будем изучать редакс тулки то он нам здесь показывать что его можно использовать а в этом тут есть у нас туториал как его использовать и он нам должен показать а его использование вы в этом туду листе помните проект туду лист мы помните создавали а вот как раз таки а здесь он нам будет давать такую возможность тут есть но тут они нам показывать типа с клика вот этим увеличением на одно уменьшением на одну но мы будем его делать туду лист смотрите сейчас я сделаю вот что ребят я создам вот вот этом вот апп давайте хом мне уже не нужен его просто для вида вам создавал а это тоже прайс не нужно я сейчас буду делать вот что ребята я сейчас создам а прям сейчас у нас в этом аппп же вот здесь же даем создам туду лист который будет у нас как бы просто который будет там добавлять что-то убирать что-то и так далее какие-то вещи делать как с ним вообще работать давайте начнем как у нас вообще выглядел туду лист как он у нас выглядит туду лист у нас есть у нас есть input у нас есть какой-то паттон добавить вот так правильно мы пишем какое-то действие нажимаем добавить она добавляется сюда верно как мы его делаем смотрите у нас будет конст ну массив туду назову который будет храниться что ну одно задание будет одним объектом вот таким него будет типа айди один запитая что текст который мы добавляем примеру какой-то некий текст да дальше что было был у нас типа из из импотент давайте фолс помните типа важный неважный и из из да тоже изначально являлся в полсом то есть грубо говоря вот вот это это первое задание правильно что дальше что дальше мы делаем ребят забыли смотрите вот вот сюда же будет добавляться задание правильно и грубо говоря вот смотрите у меня у меня сейчас давайте вот так просто покажу вам да что пример у меня сейчас три задания добавлено делаем вот один два три здесь делаем два три смотрите они будут вот здесь в юэля хранится верно одно задание в одном юэля юэл а дальше у нас здесь будет тогда туду точка мэп л дальше дальше л л л говорю ли внутри будет л . текст вот вот грубо говоря вот задание правильно добавлены наши и я когда пишу какой-то текст этот текст берется добавляется сюда ну типа вот сюда вот айди 4 создается текст который написал сюда и вот это из импотент издан типа фолс фолс верно верно так что у меня должно быть здесь давайте лучше это сделаем состоянием туду set туду равный юстейт сейчас юстейт который будет равен который будет равен массиву и грубо говоря вот этот вот туду сейчас будет как раз так так не понял что здесь ошибка все окей так грубо говоря это будет работать вот так правильно и сейчас мне нужно что мне нужно написать функцию const add task добавить задание равно чему оно будет равно функция которая делает что эта функция берет и выполняет у меня какое действие оно достает получается все суду и я должен сюда добавлять задание в каком виде я должен буду когда я нажимаю добавляю получается в свой туду то есть я здесь пишу все из туду 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 запятая добавляю объект айди какой будет как айди у нас будет происходить а ребят так туду точка лэнс плюс так туду туду лэнс туду лэнс пусть будет дальше будет текст который будет идти как так а ребят как мне записать текст смотрите здесь я напишу пример сейчас дальше значение из important будет false и значение is done будет у нас тоже false и значение смотрите теперь каждый раз когда я буду кликать на на button делать буду он так почему он так долго мне отрабатывать информацию я он клик здесь у меня будет отрабатывать функция add task то есть вот эта функция будет постоянно у меня отрабатывать по идее add task должна постоянно да так ну-ка сейчас проверим вот видим она постоянно добавляет сейчас задание вот такой пример а и давайте здесь после консоль блок так будем проверять сейчас смотрите добавляем добавляем ну ладно окей пусть будет так добавляем задание короче все работает окей ладно меня все устраивает смотрите дальше как мне доставать то что я пишу в инпуте а ребят вот здесь в инпуте что-то я пишу правильно смотрите я здесь наверно создам конст пусть будет типа input текст сет input текст равный юстейт брака и этот весь получается текст у меня будет у он и и и и и и и и и очень долго что у меня есть лент работает так он чем это пишем здесь ивент события ивент здесь у меня будет получается сет текст иван . target так и вот сюда тогда я уже буду писать текст по идее вот вот так это у меня должно быть но видите если что у меня сейчас не работает сейчас он текст все верно смотрите давайте проверим теперь я вот пишу какое-то задание да вот так добавить есть еще другое задание добавить есть пишу еще какое задание добавить все у меня получается есть то-до лист грубо говоря которые у меня делать добавление но примеру если мы сейчас наш сайт будем разбивать то мне придется но помните вы же разбивали грубо говоря наш проект на разные части то вот вот это вот добавление должно быть в одной компоненте вот это юл должно быть другой компоненте и тогда нам придется делать что нам придется так и нам придется вот вот это вот значение туда перетаскивать во все разные части проекта и чтобы этого не было нам нужно будет сделать такую логику с помощью и дакса то есть помощью вот этого редакса мы будем его переделывать сейчас а смотрите как у нас это будет тогда происходить а во первых мы должны вот эти две библиотеки которые мы будем использовать скачать во первых тут идет библиотека сам просто редакс и идет также вот он редакс тулки и также нужно скачать реак редакс редакс тулки это вот само хранилище это библиотека вот редакс тулки это который я сейчас скачаю это само хранилище так блин ребята оказывается да он выключен был так смотрите получается вот у нас происходит такое действие что когда я вот создаю этот туда видите вот это вот туда это хранилище для моих как бы вот этих вот заданий и если я сейчас по реальности проект у нас будет мы будем его расширять то нам придется создавать помните разные типа компоненты разные типа пейджи с и так далее мы создавали то же самое нам нужно будет вообще по-хорошему его делить и поскольку вот этот тудус используется практически во всех частях сайта то нам придется этот вот это вот туду до хранилища переносить в you stay помните его use контекст помните да вы отдельное такое чтобы его можно было использовать везде даже в нашем проекте давайте я сейчас на секунду прервусь его открою допустим даже админ давайте откроем да у нас здесь происходит смотрите вот у нас есть контекст видите здесь у нас идет видите продукт продукты они же у нас многих страницах используются верно наши товары и мы вот из-за этого как бы их перенесли вот контекст то есть вот этот контекст это хранилище и видите мы его отправляем во все части сайта можем отправить вот так и мы потом там продукте еще где-то его принимаем и с ними работаем а вот как раз таки редакт примерно похож потом запись немного другая но он намного быстрее работает и короче множество у него есть плюсов в будущем мы будем как бы проходить и понимать а сейчас у меня тоже самая логика что представим себе что вот этот вот туду с используется во многих частях сайт и мне нужно создавать такое хранилище отдельное и как раз таки вот моим отдельным хранилищем будет вот этот вот редакт а ребят стуки а ну это грубо говоря такой холодильник для для нашей информации дальше а вот этот вот вторая библиотека вот это который мы скачиваем она нужна чтобы вот эту библиотеку react редакс а сделать этим а совместить вместе с реактом то есть просто редакт луки это просто библиотека которая как бы не предназначена для того чтобы с реактом работать а как раз таки вот этот вот ряк редакс он его заставляет работать вместе с нашим реактом а его нужно во первых этот редакт стукип ребята настроить его как то нужно правильно настроить и как-то с ним сейчас работать и давайте мы наверное начнем работу с нашим редакциям а что нас здесь ждет а нам нужно будет сейчас создавать вот что я создаю большое хранилище смотрите если мы вот здесь видим то видите есть какой-то store видим до большой store store это как раз таки наш это наше хранилище то есть как контекст вот это большое хранилище store и внутри store мы должны ну во первых мы должны его вообще создать создается он вот так вы смотрите на уровне src мы создаем вот так папку это просто как конфигурации типа настраиваемся допустим уже css тоже настраиваем там звездочка марж 0 вот здесь то же самое я создаю папку редакт внутри создаю javascript файл store enter дальше смотрите здесь я пишу первое смотрите импорт и тут в редакции нам будут ну как бы помогать да как его вообще подключить как с ним работать сейчас давайте я вам покажу его это у нас quick start первонаперво ну говорят вот скачайте вы скачали и они первонаперво видите говорят установить вот конфиг store из редаксту кита это конфигурация нашего стора то есть даже я вам покажу она чуть чуть будет похоже даже давайте вот на всякий случай конвекс откроем она похожа будет смотрите а вот смотрите мужик контекст создавали хранилище и вот вот этот вот контекст был похож видим и тут видите create контекст они говорят типа создать контекст и здесь примерно такой же только здесь а а а импорт конфиг store из редаксту кита из этой библиотеки которую я скачал вот она редаксту кит видим дальше что он мне предлагает делать дальше дальше он мне говорит создать спорт видите экспорт можно сразу экспорт можно в принципе его а не экспортить сразу а этот констом создавать в принципе не сильно будет разница смотрите конст спор равно конфиг спорт и мы открываем вот такие фигурные скобки видим и смотрите что нас здесь ждет то есть здесь абсолютно видите похожая вещь мы здесь написали видите а экс ну здесь тоже экспорт конст кастом контекст назвали библиотеку и кредит контекст то здесь примерно похоже видите здесь я вот так сделал вот у нас здесь она вот так было у меня на вот так принципе похоже дальше здесь мы создаем сам контекст здесь мы сразу видите пишем те зависимости которые нам нужны пример вот состояние могут быть use effect какой-то функция какая-то видите дэвид и так далее то есть разные такие интересные вещи а здесь же мне нужно будет немного по-другому с ним работать здесь я пишу редюсер и ставлю вот так вот двоеточие то есть это какой-то объект видим вот так вот и дюсер объект вот просто это такая конфигурация вот это вот всегда делайте как бы все у нас будет в порядке работать дальше дальше мне после того как я написал вот этот вот редюсер мне нужно будет вот это вот экспортировать можно сразу же вот здесь смотрите написать экспорт или же можно написать это вот после типа ну ошибки будет можно написать вот так вот экспорт и фолт 100 то есть мы же к примеру смотрите а папа тоже экспорт дефолт а папа то есть мы могли вот этот экспорт дефолт а папа не писать а вот здесь прямо написать этот экспорт понимаете то а ты сразу же его дальше дальше следующей вещью происходит вот что смотрите для чего нужен вот этот вот редюсер а вот этот вот редюсер нужен нам для того чтобы мы внутри создавали наши функции то есть к примеру а в нашем админ комплексе к примеру первый редюсер это вот этот вот продукт это то когда мы получаем товары то есть вот здесь мы работаем с товарами правильно и здесь редюсер это ну представим себе что смотрите фор это большой холодильник так где мы храним наши продукты а редюсер это полочки для нашего холодильника то есть допустим ну есть живот допустим верхняя ну полки же вообще тоже создана для чего-то на верхняя для каких-то продуктов там верх нижняя для каких-то продуктов там снизу овощи да там фрукты там посередине еще какие-то то есть холодильник а редюсер это полочки которые мы храним какую-то какие-то наши продукты то есть какую-то нашу логику сайта мы храним вот в редюсере понимаете да и их может быть несколько там как и в холодильнике полочки там полка там для такого-то товара для такого-то для такого-то здесь то же самое полочки как бы для нашего сайта и теперь мы будем делать дальше вот что следующая вещью он мне говорит нужно привязать наш react с этим с редаксом видите провайдер стора тут идет и в админе конвексе мы тоже помните в индексе привязывали его видите да контекст здесь и здесь то же самое нужно его привязать смотрите захожу в индекс и здесь мне требуется сделать вот что во первых вот эти две вещи мы скопируем передаем в наш а этот а вот это store вообще путь неправильный он может быть другим у меня и я получается вообще вот этот react стрик мод давайте мы уберем он нам уже в принципе не нужен здесь а я здесь пишу вот так вот провайдер видим как парни так провайдер и внутрь я кладу свой аппп и здесь store я пишу просто store кучу то вот он видим вот то есть вот я все связал его здесь ведь абсолютно сам провайдер store store все работаем дальше сейчас у меня я создам ну мне же нужна полочка правильно я сейчас создам вот полочку для вот этого туда ну типа получения товара понимаете да и как он у меня будет выглядеть здесь мне предлагают создавать create редакс но давайте мы вот это вообще сделаем перевода на русский наверное чтобы нам чуть легче было понимать а здесь нам говорят создайте фрагмент создайте фрагмент какой-то а для создания среза это слайс для идентификации среза начальность состояния несколько ну понятно смотрите здесь он нам говорит что нам нужно создавать полочки помните да вот эти редюсеры помните я же говорил вот этом редюсер полочки и как раз таки первые наша полочка полочка будем назвать срез она средстве слайс и типа часть и первая полочка будет у нас для того чтобы мы получали наши товары вот эти вот вот это вот грубо говоря будет сейчас ну а нас должна стать полочкой в холодильнике правильно мы ее должны вообще store положить холодильник и в полочку какую-то я сейчас эту полочку пока не создал смотрите как не создавать данную полку да все максимально просто мы создаем вообще просто новый файл под названием ну вообще в идеале вот так сделать серс и внутри этого файла reducers я создаю javascript файл под названием туду вот так слайс дальше смотрите я здесь тоже дело конфигурацию конфигурация примерно о у всех этих выглядит одинаково пишем мы здесь вот что импорт create слайс видим create слайс из редакции дальше дальше мы пишем опять ну здесь видите то же самое они говорят ведь крейт слайс и потом а ну здесь они и импорт но мы чуть-чуть по-другому сделаем мы сразу вот это будет они сразу экспорта ты ну короче мне на самом деле я а мне вот так удобно поэтому я пишу вот так без экспорта я экспорт в конце пишу а пишу а туда слайс равный create слайсу а дальше внутри я сады вот такие фигурные скобки и пишу нейм значение наше а этого слайса будет туду дальше а ну название вот этого слайса понимаете да вот этой полочке называют туду дальше и нишел стейк это наше начальное состояние начальное состояние будет у меня дата дата объект пустой ну ключи дата ну и ниша он стоит это объект у него есть ключ дата и он будет пустым массивом пока что дальше дальше я пишу вот как раз таки вот этой дате вот эта дата будет у меня являться вот вот этим вот понятно дальше смотрите следующий ключ у меня идет ключ под названием редюсер и вот этот вот ключ и редюсер нам нужен будет для того чтобы мы писали какие-то функции для вот этого то есть смотрите дата это вот этот вот массив правильно туду сейчас грубо говоря у меня будет верно и мы функцию какую ну мы же какую-то функцию написали верно где мы использовали что вот вот с туду мы использовали там верно правильно и вот как раз таки вот это вот дата то что связано с вот этой вот датой то есть грубо говоря с вот этим массивом то есть там где мы используем хоть частичку этого массива да вот туда или с оттуда то функции которые написаны вот мы пишем внутри дюсерса то есть у меня будет функция назову его оттуда наша ванта функция помните да вот это это назову ее допустим эту ду и она у меня будет являться сразу вот такой функцией где у меня будет параметры так вот такая функция где у меня будет параметры стейт пишем и экшеланс стейт это хранилище это вот эта дата а экшен это как раз таки является этим действие которое мы получаем отсюда ну сейчас я напишу вам наверно будет более понятно как с этим работать и что это после этого я пишу экспорт он и смотрите здесь я пишу первонаперво функции которые написал внутри дюсерса я пишу вот здесь вот add to do равно to do to do slice . actions и дальше в конце пишу еще вот что сам очень важный экспорт default to do slice to do slice . reducer вот теперь я грубо говоря сейчас создал слайс грубо говоря я создал сейчас вот этот вот срез понимаете и я его здесь должен принять вот здесь в редюсерс то есть вот он вот это грубо говоря это одна полочка холодильника и сейчас я ее должен передать вот сюда в редюсерс я ее передаю у нее название какое to do slice правильно можно сразу вот так написать смотрите туду слайс равный to do вот так это вот так у меня понятно то есть я его передал видите вот этот файл грубо говоря вот это туда слайс видите я передал вот сюда но смотрите видите они же совпадают вот ключ это же объект типа ключ и название ключа ну ой название ключа и значение ключа совпадает же верно Поэтому я могу сразу вот так сделать. Туду слайс. Короче, если они совпадают, можно вот так сделать. Ну, одно и то же. Дальше. Дальше меня ждет следующее. Смотрите. Мне потребуется сделать что? Вот здесь вот в дате давайте я сейчас напишу вот что. Как у нас выглядит? У нас было вот так, правильно? Ну, грубо говоря. ID 1. Ну, у нас ID вот сейчас у нас с нуля. Давайте так, 0 сделаем. Title. Ну, не title, а текст, да? Текст у нас, что мы сделаем? Давайте какой-то вот так, да? Опять сделаем QWERTY. Потом что? Is done. False. Is in. Тоже, короче, false. Правильно? Все. У меня есть одно, грубо говоря, сейчас, задание, да? Которое должно появляться вот здесь, правильно? И сейчас я должен весь свой, грубо говоря, код переписать и сделать его корректным под наше значение. Смотрите. Чтобы работать с редакцией, вам нужно будет скачать, видите, у меня вот здесь есть редакцией. DevTools. Видим? Да? Вот она у меня есть. И вам тоже ее надо будет скачать. Ее вообще просто там назовите вот редакс. DevTools. Вот она. Хромовская. Быстро скачать. Короче. Она нужна для того, чтобы мы могли видеть наши действия, какие-то действия в редакции, которые мы писали. Короче. Смотрите. Если я сейчас открою свой редакс, то у меня, видите, сейчас на сайте ничего нет. Видим? Пустота. Никаких действий у меня не произошло. Что мне нужно будет здесь сейчас делать, ребят? Так, сейчас. Ага. To the slice detection мы передали. Store. Здесь у меня ничего не надо. Store, по-моему, все окей. Давайте сейчас обновлюсь. Так, нету. У меня сейчас... А, вот видите, я открываю вот вкладку State. Видим? Я здесь вижу вот эту дату. Видим, да? То, что я писал. Помните? Да? Теперь, что мне требуется сделать, ребята? Мне требуется весь мой код, который у меня есть. Что сделать? Брать и переписывать его на что-то. Правильно? Брать и его нужно будет мне переписать там под то, что я... Ну, то, что я делал. Как это у нас работает? Смотрите. Крубо говоря, сейчас мне нужно вот этом вот апп, значение, которое написано у меня вот в этом туду слайсе. Правильно? Показать где-то у себя. Вот здесь. Правильно? То есть, вот это уже не будет туду точка мэп. У меня будет что-то другое. Правильно? Смотрите. Что я пишу? А, здесь. Я здесь пишу такое. А, так. Конст. Напишу. Давайте так. Покажу вам. Смотрите. Чтобы... Ну, мне же сейчас, грубо говоря, нужно вот это вот из даты, вот это значение получить вот здесь. Правильно? Помните, в контексте, как мы это делали? Мы там писали вот. Конст. Вот так вот. Продукт. Уз контекст. Кастом контекст. Мы же вот так получали. Помните? А здесь тоже есть свое правило, как бы, получения. Так. Давайте я вам покажу вообще, что это такое. Смотрите. Я напишу переменную любую там. Давайте хоть А назову. Получаем мы с помощью такого хука. Use Selector он называется. Use Selector. И здесь я пишу вот что. Здесь я пишу Store какой-то. И здесь пишу Store. А название у меня вот этого ToDo слайса какое? Какое у него имя? Имя у него ToDo. Вот. Вот здесь я пишу. ToDo. Видим? Store.toDo. Смотрите. И давайте сейчас я консоль лог А сделаю. И покажу вам, что я сейчас получил. Так. Смотрите. Просмотреть код. Консоль. Ага. Он мне дал что-то Undefined. А. Стоп. Стори. Сори. Я неправильно написал. ToDo. ToDo слайс. Вот отсюда же мы название берем. ToDo слайс. ToDo слайс. И проверяю. И видим, что я получаю. Да? Получил его. То есть. А. Здесь по факту. Вот это А. Это массив. Внутри которого. Есть еще ключ. Точка дата. То есть. Мне грубо говоря. Чтобы только вот эту дату получить. А не вот этот массив. Видите? Да? То мне бы пришлось что. А. Здесь писать. А. Деструктуризацию. И. Поэтому. Чтобы правильно его. Ну. Тут всегда будет в дате передаваться значение. Как типа дата. Поэтому здесь. А. Легче написать сразу вот так дата. Ребят. Сразу написать легче дата. И я сразу же буду получать здесь. Консоль лог. Дата. Вот. Сразу видим. Мы его получаем. Да? Все. Теперь. А. У меня есть. Я его получаю. Вот это вот значение. Которое у меня. А. Тут записано. Правильно? И. Что я могу сейчас сделать? Я уже вот здесь. Буду писать что. Ребят. Ну. Да. Я здесь могу написать уже. Data. Точка. И так далее. Я проверяю. И. У меня. Видите. Выходит. Кьюверти. Да? Потому что. Вот оно. Дальше. Смотрите. Мне нужно вот эту. Эту. Функцию. Переписать вот сюда. То есть. Вот здесь. Уже этой функции не будет. Она будет вот здесь у меня. Понимаете? Как эту функцию. Мне переписать. Смотрите. State. Вот это. Вот state. И actions. State. Это. Короче. То. Что мы. Пишем. Ну. Мы же эту функцию будем вызывать. Вот здесь. Правильно? Это task. Верно? И. Помните. Мы иногда вот так вот. Типа. Передавали туда. Л. Или еще что-то. Помним? Да? Айди. Передавали. И actions. Это как раз таки то, что вы вот так передаете. А state. Это вот этот сам state. То есть. Сама дата. Понимаете? То есть. Здесь была функция. Что? Мы брали вот этот вот. Туду. И что-то с ним делали. Здесь же. У меня будет тогда вот такое действие. Я пишу. Смотрите. А. Стоп. Точка. Data. У меня будет равен вот чему. State. Это вот это. Initial State. И. Data. Это вот. Я же его изменяю. Правильно? Какая у меня функция здесь идет? Здесь я пишу. Видите? Все из туда. Туду. Это у меня что? Это у меня. State. Я говорю. Все из state. Запятая. Что клади мне внутрь? Все из state. Data. Точнее. Да. И что клади внутрь? Массив. Ой. Объект. Правильно? Объект какой? Вот этот. Верно? Так. Сейчас. Вот этот вот. Я забираю. Передаю вот сюда. Дальше. Смотрите. Непонятно, да? Этот. Как это говорится? Вот это вот. To do lens. Input text. Короче. Непонятно, да? Откуда он взялся? Что с ним делать? Верно? И как раз таки сейчас нам нужно будет с этим разбираться. Я здесь буду писать вместо to do lens. State.data.lens. Дальше. Input text. Я буду писать actions.payload. Это то действие, которое я буду, грубо говоря, передавать. Ну, вот так вот сделаем. Сейчас поймете. Actions.payload. Это будет у меня вот, типа, текст, который написан в импуте. Видите? Можно передавать сюда. Что дальше мы будем, ребята, делать здесь? Сейчас мне нужно будет сделать какое действие? А, ребят? Не, вот эту функцию нужно передать вот сюда, правильно? То есть, вот этой, грубо говоря, вот этой функции сейчас у меня здесь не будет. И вот этого у меня здесь, грубо говоря, не должно быть. Правильно? У меня должно быть что? Смотрите. В идеале вообще это все нам сделать в форм. Вот так. Функция будет, чтобы вот взять оттуда функцию, ее нужно будет написать вот неким образом. Смотрите. Const dispatch равно use... Ну, давай появляйся. Здесь... Что-то он до. Вот. Use dispatch. Дальше, смотрите. Функция будет называться... Const add... Так, ее add to do. И равно она будет вот чему. Event. Грубо говоря, так. И вот так это должно быть. Сейчас. Вот это, смотрите, уже тогда не нужно будет мне. Вот это вот тоже не нужно будет мне. Здесь, получается, у меня будет... Ну, что он играет? Так. Здесь будет, типа, onSubmit. OnSubmit. Здесь, получается, будет... Add to do. Вот так onSubmit, add to do. И здесь мы будем писать вот что. Чтобы получить мне текст, я буду let... Так, я же текст там писал, да? Let title равный event.target.value. Здесь только нулевой нужно будет нам указать. Дальше. Нужно, чтобы функция не переобновлялась. Event. Event.prevent.default. Так, окей. И смотрите, чтобы вызвать функцию, которая написана у меня вот здесь вот. Мне нужно будет сделать вот что. Мне нужно будет данную функцию взять и отправить из того, что у меня там написано. А, нет, я же ее уже отправлял, да, каста? Вот, add to do, да. Я ее отправлял. Тогда здесь я просто буду писать... Смотрите. Dispatch. Здесь я пишу add to do. Так, dispatch add to do slice я назвал что-то сейчас. По идее, я ее уже вроде бы принял. Здесь я буду принять какой-то текст. Add to do. Slice назову вот так тогда. Вот так переназову я, да. Только что-то он ее не нашел, видите? Надо, чтобы он ее нашел. Сейчас, будем не думать. Ой. Здесь. Title. Сейчас. Так, а что он ее не находит в экшене же? Сейчас. Вот он, Slice создан. Вот он, видите? Dispatch. Increment. Increment. Вот, increment пишет, increment counter slice. Так, у меня вроде бы... Да, to do slice. Add to do. Что я здесь делал? Add to do. Event. Ну нет, все верно вроде бы. Dispatch. Add to do slice. Так, вроде бы все окей, но он что-то, видите, не ищет его. Нужно вот... Ну, dispatch переменная. Add to do. Вот он, add to do slice. Да. И здесь я пишу title. Title, это что было у меня, ребят? Title, это текст, который напишет человек. Я его передаю вот эту функцию. Видите? И то, что я сюда передаю, да, вот, к примеру, title, он является у меня action. Действием action, видите? И как раз таки вот это action.pilot, это действие, которое я передал, то есть текст, который я передал. Сейчас внутри текста будет. А здесь как бы я показываю же верно, текст, L.txt. То есть все у меня сейчас должно быть окей. Так, смотрите, я проверяю. Здесь это нормально. Смотрите, это можно исправить как? Так, здесь можно сказать, ok, add.id. Так, смотрите, дальше я пишу какой-то текст, добавляю, добавить, добавить. Все у меня работает. Видим? Проверяю свой редакс и видите, мои действия показываются. Видим? За сколько они у меня произошли. Видим? Видите? Три секунды, даже не три секунды, а вот это миллисекунды, по-моему. Ну, короче, тут показывается действие. Я открою свой to-do slice, data и видим, все у меня как бы окей. Все у меня добавляется. Каждое действие, которое я здесь записываю, оно вот сюда передается. Видим? Видно, когда оно. Видите? Payload, смотрите. Помните? Action, я же вам говорил, что такое action. Смотрите, action это то, что я здесь напишу, смотрите, текст. Вот написал, один, два, три. Делаю. Пока что ничего нет, нажимаю добавить. И видим? To-do slice, отправляется payload. Payload это действие. Вот здесь видите? Action.Payload. То есть, тот текст, который я написал, он отправляет сюда. Каким образом? Вот здесь я указал, что, ну, грубо говоря, тут логика у редакция такая, что, когда вызывается эта функция, аргументом функции, помните, мы можем передавать что-то. И здесь я title, это title, это тот текст, который я пишу, передаю аргументом функции add-to-do slice. А здесь эта функция add-to-do slice. State это как раз таки сама дата, а action это действие, которое она принимает. И вот action.Payload это как раз таки вот это действие, которое мы передаем. И все, вот оно как бы работает. И мы, видите, его передали, переписали в редакциях, и все у нас окей работает. То есть, вот это уже можно удалить. И здесь мы из любой части, к примеру, если нам сейчас нужно будет вот эту вот дату использовать, да, то есть, грубо говоря, вот этот текст, to-do slice, в другом, допустим, не в аппп, то мы можем вот это вот записать и из любой части как бы доставать и писать. Понятно? Тут на самом деле он замудренный, для первого понимания он тяжелый, но мы будем теперь с ним как бы постоянно контактировать. Сейчас мы будем наши вот эти вот старые задачи, которые мы же написали, да, на контексте, писать в редакциях. И я думаю, вы начнете понимать, как с этим работать, что с этим делать. Окей? Вот, в целом я хотел вот показать редакцию. На следующем уроке мы будем его переделывать в четверг, я уверен, да, я уже буду на уроке offline. И мы будем уже конкретно работать с редакцией. Сейчас вы просто должны запомнить конфигурацию, вон ту вначальную, помните, конфигурацию я же показал, вот как выглядит store и как to-do slice. Вот это один срез, а таких может быть много, то есть, видите, этот срез, допустим, нужен только, допустим, для этих, для наших заданий. А, к примеру, допустим, для регистрации пользователя мы новый слайс будем создавать. То есть, ну, как бы, то есть, понимаете, да, вот, допустим, не связанное вообще с этим. Вот, в целом, на сегодня, я думаю, все. Урок сохранен.